Дорогие товарищи, разрешите от имени всего поспелихинского народа вручить Павлу Николаевичу наш алтайский каравай. Он сам земледелец и от нашего чистого сердца... Здравствуйте, еще раз извините, что мы опоздали, потому что там с дорогой была проблема. Но я надеюсь, мы плодотворно проведем остаток времени. Сразу скажу, что Владимир Федорович был у меня доверенным лицом в 2018 году, а теперь я доверенный лицом КПРФ. Поэтому в соответствии с графиком Коммунической партии Российской Федерации мы объезжали. И, кстати, я тут помню, в 2018 году мы заняли одно из первых мест. Но я имею в виду, конечно, действующую власть с этой системой подсчета голосов победить сложно. Но, по крайней мере, второй или третий результат в России КПРФ, и я как кандидат в президенты, получил именно в вашем крае. Большое вам спасибо за это. Что нужно сделать для того, чтобы изменить нашу жизнь? Мы говорим, давайте вернемся обратно в социализм. Давайте сделаем так, чтобы все народные богатства принадлежали людям. Чтобы пенсионный возраст вернулся обратно. Чтобы пенсии платили не из какого-то пенсионного фонда, а из бюджета, как это было раньше. Чтобы мы имели бесплатное здравоохранение, чтобы никто не закрывал больницы, поликлиники. Чтобы люди на селе жили достойно. А это же было. Мы же все это помним, как это было и что можно было сделать тогда. Кстати, ресурсов тогда у Советского Союза и у Российской Федерации было столько же, а может быть даже меньше, чем сейчас. Мы потеряли свое машиностроение, к сожалению, и это случилось за последние 20 лет. Практически на любую территорию, когда приедешь, ты видишь, что закрытые заводы, фабрики, совхозы, колхозы. Все закрыто. А где тогда рабочие места, где работают молодежи? Мы в своей программе предусматриваем, в том числе, новую индустриализацию страны. Чтобы рабочий человек получал достойную зарплату. Чтобы не банкиры жирели и богатели, а только за полгода этого года, 21-го, они показали 600 миллиардов прибыли банкиры. А одновременно с этим все производство ушло в минус. Поэтому мы знаем, что нужно делать, как нужно делать. Поэтому я приехал сегодня еще раз попросить вас собрать своих родных, близких, самим встать 19 сентября и пойти на выборы и проголосовать за нашу партию. Потому что, помните, Ленин говорил, есть такая партия, которая может изменить жизнь простого народа в лучшую сторону. Это партия КПР. Давайте лучше задайте вопросы, я вам отвечу. Да, я думаю, что так будет, у нас получится, наверное, интересней, если вы будете задавать вопросы. Какие хотите, Павел Николаевич, он отвечает на все вопросы. Кто у нас самый смелый? Пожалуйста. Самая смелая всегда женщина. Да. Особенно в Алтайском крае актуально. Да. Да, пожалуйста. Душа болит за все, за то, что у нас было. И сейчас что осталось? Мы только говорим, что вот сейчас опять выборы. Зарабатывали, а какие-то... Кажется, понял ваш вопрос. Вот когда это все было? Как только мы с вами... Вот, понимаете, я, например, привожу пенсионную униформу. Знаете, она коснулась каждого человека. Вот если там какие-то законы, которые они принимают по инагентам, по запрещению каких-то действий, получению налогов, конечно, тоже касается, но не всех. А вот когда пенсионную униформу приняли, это коснулось всех. Но вспомните, что произошло. КПРФ единственная политическая сила, которая предложила провести митинг по этому поводу. На митинг пришло в Москве в многом миллионном городе только 100 тысяч человек. Ну да, было заполнено одна площадь. А вот во Франции на митинг пришло больше миллиона человек. И точно такую же пенсионную реформу во Франции отменили сразу. Мы же тоже с вами немножко виноваты, потому что плохую власть избирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Потому что нам нужно быть более активными. И, кстати, вы знаете, что произошло? Я сейчас об этом думал. В 90-е годы коммунисты тогда воспитали такого человека, которому было не все равно. И помните, когда началась перестройка, какое количество людей выходило на площади, да? А сейчас никого не выберешь, потому что люди разуверились во власти, разуверились в том, что они могут что-то изменить. Раньше народ тогда при коммунистах знал, что если он встанет, его услышат. А сейчас все думают, а меня вообще не услышат. Именно поэтому никто не ходит на выборы, ну, многие не ходят на выборы. И вот это нам нужно побороть. Нам нужно побороть апатию. Потому что если вы сегодня не пришли на выборы, завтра ваш ребенок не оказался в учебном заведении, а мы за то, чтобы было бесплатное образование. Вдруг ребенку, если он заболел, надо собирать деньги всей страной. Хотя на самом деле огромное количество денег находится в государственном бюджете. Мало того, еще в американских ценных бумагах. Мы поддерживаем кого угодно, только не своих граждан. Вот поднимите руки, у кого ипотечные кредиты здесь есть. Есть ипотечные кредиты? Ну или просто кредиты? Ну вот. А почему мы, как это, прощаем долги иностранным государствам, а своим работникам, своим жителям простить не можем? Вот у нас программа, что нужно отменить все эти, делать беспроцентные суды и кредиты погасить. Потому что не может банк получать, а всего в этом году они получат больше триллиона прибыли, и одновременно с этим нищая население. Чтобы вы знали, 10 крупнейших банков России тратят на свое содержание, на содержание аппарата, столько же денег, сколько государство тратит на все здравоохранение в стране. Понимаете, что произошло? У нас теперь главными являются олигархи, чиновники, ну еще правоохранительные органы, вот эти силовики и все остальное. А все остальные, вроде как, должны их обслуживать. И тихо молчать, и умирать от бедности. Я тут, мы с Марей, чем похоже. У нее от ковида умер папа, а у меня мама. А это же все последствия реформы здравоохранения. Уничтожили больницы, инфекционные и другие, сократили количество врачей, их стало в два раза меньше, чем было раньше в Советском Союзе. И после этого, они говорят, слушайте, а мы не можем справиться с этой инфекцией. Конечно, вы же все сделали для того, чтобы разрушить здравоохранение. Меня просто поражает цинизм партии власти, которая уничтожила фактически будущее страны, сделала так, что жить в стране стало невозможным, и ходят на выбор и говорят, голосуйте за нас. За что? За 10 тысяч? Отобрав у каждого по миллиону, они вдруг сказали, что по 10 тысяч дадут только проголосуйте за нас. Они думают, что все люди, извините, идиоты, что ли, за эти подачки они собираются выиграть выборы. И поэтому, все раз, мы прекрасно понимаем, что мы на краю. Еще немного, и так уже больше половины населения денег хватает только на еду и на то, чтобы за ЖКХ заплатить. Все. Помните, вы вспомнили, когда-то было санаторие в домах отдыха, мы заставляли своих работников, я помню, в совхозе, навязывали путевки, чтобы он ехал, поправлял здоровье. Сейчас вообще всем плевать на здоровье. Единственное, что время от меня все-таки директор совхоза, у меня коллектив 330 человек. То один придет, у него рак, нужно операцию оплачивать, то другой придет, нужно лечение ребенку оплатить. Мы уже платим фактически за все, хотя у нас в Конституции записано, что бесплатное здравоохранение, бесплатное образование. И поэтому мы за то, чтобы вернуть все обратно. И вы абсолютно правы. Нужно просто раскачать, вы же активная женщина, мужиков надо раскачать, поднять их с дивана, отправить на выборы, проголосовать. А голосовать там не за кого, кроме одного. Первая партия КПРФ. Если больше 50% людей придет на выборы, им не удастся консилицировать все. Спасибо. 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 Спасибо.